Воспитание интеллектуальной элиты с помощью шахмат. В регионе дан старт развитию этого самого умного вида спорта. Сегодня открылся и принял первый турнир капитально отремонтированный Белгородский шахматный клуб. Какие перспективы сулит любителям шахмат внимание властей, выясняла Александра Прозорова. И казалось бы, все то же самое, и стены, и завсегдаты, только дышатся по-новому. Это чуть ли не первый капитальный ремонт со дня основания Белгородского клуба с 1973 года. Василий Куркин тренирует шахматиста всю свою жизнь. Признается, в обновленном помещении у него открылось второе дыхание. На новом оборудовании, я вам скажу, приятно же играть. Или вот старая доска стоит вся потертая, или вот новье стоит. Красавец. И часы вот новенькие все. Сейчас мы перешли на электронные часы. То у нас были такие механические, а сейчас электронные. Теперь Белгородский шахматный клуб – часть регионального центра адаптивного спорта и физкультуры. Здесь можно проводить турниры для слабовидящих. Для этого закуплены специальные тактильные доски. Зрение зрением. Здесь вот у нас шахматы, видите, белые вот с полосочкой, чёрные, без полосочки. Их можно пощупать. Клеточка одна выше, одна ниже. Белая ниже, чёрная выше, чтобы пощупать. Любимая фигура ферзь всегда. Королева. Специальные доски были опробованы уже сегодня. В обновлённом клубе состоялся областной турнир для слабовидящих. Он собрал больше десяти команд из разных районов. Теперь регион обрёл достойную площадку для соревнований любого уровня. Это особенно актуально сейчас, когда у правительства области появились большие планы по возрождению популярности шахмат. Ещё в 2016 году на встрече с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым губернатор Евгений Савченко отметил роль этого интеллектуального спорта для развития молодёжи. Идея губернатора нашла своё воплощение в новом областном проекте «Шахматы в школу». Наша задача, чтобы практически во всех школах появились секции шахмат с квалифицированными преподавателями. Обучение предусматривается в рамках этого проекта. Так что тесно сотрудничаем с Федерацией шахмат собластной и с Белгородским государственным университетом, где уже сейчас, можно сказать, в том числе и под этот проект создан Центр развития интеллектуальных видов спорта. Шахматные секции должны открыться уже к октябрю 2017 года, как минимум в 150 школах области. Александра Прозорова, Валерия Ларьков. Новости Мира Белогорья.